Здравствуйте, уважаемые зрители! Вчера состоялась встреча Владимира Путина с Николаем Пашиняном. Вот в армянских СМИ уже опубликовали статью под названием «Ослы у водоема», но это касается в основном Пашиняна. Как гласит, уже не помню чья-то народная мудрость, осла можно подвезти к водоему, но нельзя заставить его пить. На то он собственный осел. Сейчас вспоминают 19 октября, что было. Владимир Путин предлагал Пашиняну остановить военные действия 19 октября. Ильхам Алиев был согласен. Под контролем армянской стороны оставались и Шуша, и Гадрут, и тысячи спасенных армянских жизней. Пашинян отказался. Армяне сами пишут про Пашиняна. Сегодня, вот вчера он был в Москве, после потери значительной части этого Карабаха. После того, как самостоятельно не может решить даже вопрос о военнопленных. После того, как российские военные вынуждены и последовательно берут под контроль уже и границу Армении с Азербайджаном по всему периметру. Потому что как-то кто-то должен эту границу контролировать. Потому что если вчера азербайджанцы украли скотину у 13-летнего пастуха, то завтра не ровен часть дела может дойти и до членов этого армянского правительства. И тут еще Тер Петросян написал, считает, что Пашинян просто не понимает того, что ему говорят русские. Дескать, наверное, 19-го этого, когда там, октября, Пашинян не понимал, что ему Путин говорит по телефону. Такова версия Тер Петросяна. Либо очень гуманно выгораживает своего, либо просто заблуждается. Ведь когда Пашинян не желает делать того, что ему говорят, он, как сам признается на одной аудиозаписи, включает ослика, осла. Только делает вид, что не понимает. Иначе говоря, прикидывается дуриком. Это его любимый дипломатический прием. В армянских СМИ, говорю, поливают грязью Пашиняна, называют его и ослом, и дуриком. Говорю, почитаешь армянскую прессу, это ё-моё. Ну и вот тут статью в азербайджанских вести АЗ нашел под названием. Как раз тема и баранов, и козлов тут, и коров. Вопросом армянских коров занялась Россия, а проблемой баранов займётся Совбез ООН. Вот тут бараны как раз их пасут. Так, сейчас зачитаем. Читая новости армянских СМИ, на ум приходит мысль. Даже Евгений Петросян со своим превентивным юмором по сравнению с ними просто гений. Так, и так, как пишет НЕФ Армении, азербайджанцы попытались отобрать у пастуха села Хнацах из Ангизурской области три коровы. Что тут, да, три коровы хотели забрать. Пастух, которому помогал сын, вёл стадо на пастбище. Пусть прилегает... Ну, а этот путь прилегал очень близко к азербайджанскому посту. Азербайджанским военным пришло в голову, что три коровы прошли по азербайджанской территории и задержали коров. И тут армяне стали звонить. Мне позвонил пастух, сказал, что азербайджанцы отобрали трёх коров. Я позвонил командиру корпуса, проинформировал российскую сторону. Через три часа вопрос решили. Российские миротворцы животных возвратили. Так, и смех и грех. Армяне, которые трубили на весь мир о своей непобедимости, ради трёх коров обратились за помощью к России, ну, к российским миротворцам. Кроме того, азербайджанцам коровы не нужны. Очередная лживая пропаганда армянской стороны. Но вот что интересно. Если Армения позиционирует себя как независимое государство, так с какого бодуна обращается к Москве по поводу трёх коров? Возможно, это прозвучит парадоксально, но эти три коровы выявили истинную источность, пишет Хаев, но это армян. Они, якобы являясь приверженцами западных ценностей, на деле находятся на коротком российском поводке. Знаете, суть предателя заключается в том, чтобы лечь под того, кто сильнее. Армяне в этом вопросе непроизойдённые мастера. Ну, намекают, что Пашинян лёг под Путина. Путин сильный, и Пашинян под него подлёг. Хаи предали свою родину Османскую империю в 15-м году, и при этом умудрились предать или представить в виде жертв геноцида армян. В общем, довольно лирики. Факты говорят о том, что Армения даже вопрос с коровами решает с Россией. И почему-то я уверен, что завтра проблема с тремя баранами будет выставлена на повестку дня на заседании Совбеза ООН. Как-никак, бараны же армянские. Это издательство Вести АЗ написало такой немножко с юмором пост. Ну всё, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok